Добрый день, это Игорь Виталь, это «Парадокс» с Игорем Виталем, и в гостях у меня Михаил Леонидович Хайзен, президент компании «Неокон». Телефон нашей студии 65 10 99 6, код города 495. Здравствуйте, Михаил. У меня вопрос. Правильно ли я понимаю, что ограничение детям до 16 позволяет использовать нормативную лекцию? Нет, 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 это после 21. Значит, детям до 16 они могут услышать нечто неприятное о властях нашей замечательной страны, о тайном мировом заговоре, а вот ненормативную лекцию. О жидомасонах? Детям нельзя о жидомасонах? Можно, об этом можно, а вот не стоит говорить о них нецензурно. Тем не менее, Михаил, я бы как раз хотел начать вот с тех самых, кого вы упомянули, о тех, кто стоит за кулисами мировой экономики, политики, особенно за кулисами российской экономики. Недавно вот я обратил внимание, и мне кажется, вы тоже на это обратили внимание, что стали активно выступать люди, рассуждать о будущем России, а люди, которые, в общем-то, ответственны за дефолт России в 98 году. Это мне показалось несколько тревожным признаком, мне бы хотелось понять, что за этим стоит. Ну, это, на самом деле, абсолютно естественная и понятная ситуация. Дело в том, что, начиная примерно года с 2002-го, пост председателя Центробанка стал рассматриваться либеральной общественностью, как некоторой... Синякура. ...частной собственностью. Частной собственностью. Что никто кроме, да, вот никто кроме... Ну, на самом деле, это и понятно, потому что такая мейнстримовская, либерально-монетаристская концепция, она предполагает, что кроме, значит, этих вот самых людей, которых, на самом деле, правильно было бы назвать экономиксистами, поскольку их предмет камлания, это книга под названием «Экономикс», так вот, для них никаких других специалистов в мире нету. И поэтому, соответственно, любые серьезные должности могут заниматься только из их тусовки. А все остальное встречается с такой иронической умылкой, такой всепонимающей. С разными, да. Все понимающие. Типа это, там, жулики, придурки, ну, дальше там, далее по списку. При этом у этих людей сейчас есть очень большая слабость, потому что они не смогли ни предсказать кризис, ни объяснить его до сих пор. Уже довольно много времени прошло с начала кризиса, ну, в общем, сколько? Четыре с половиной года. Михаил Ильич, мы все помним, что кризис предсказали вы, поэтому надо вот на эту посадочную колесаду заходить. Нет, нет, я не предсказал кризис, это неправда. Не пейте руками по микрофону, я знаю, что вы жестикулируете активно. Много людей говорили о кризисе, а мы написали теорию кризиса. Я понял. Давайте вот сейчас с кризиса слезем. Не сводите лично еще в эфире. Так вот, значит, возвращаясь к этим персонажам, и они, соответственно, были искренне убеждены, что вот, как бы, все будет нормально. Или где-то примерно месяц назад, за пару месяцев до того момента, когда должна быть объявлена кандидатура нового председателя ЦБ, а фокус состоит в том, что Игнатьев больше не может быть переназначен, он-то уже три срока отслужил. И по этой причине они, как бы, решили, что они выдвигают от своего клуба у Люкаева. Ну, и, как бы, это прошло в печати, как некоторый такой рядовой факт. Ну, Люкаев, ну, собственно, как раньше был Игнатьев, теперь Люкаев. А через некоторое время они неожиданно стали нервничать, и, значит, в группу с Улюкаевым включили Кудрина и Задорнова. Ну, тоже в генеральной линии партии. Тоже в генеральной линии партии, да, безусловно. Потом они стали перечислять уже совсем странных персонажей, вроде Сухова, Симоновского, Бугрова и прочих, которые, ну, конечно, безусловно, тоже в рамках линии партии, хотя в меру, потому что Симоновский, например, это то, что называется беспартийный спец, да. Но это люди, которые не имеют никакого политического веса, то есть их назначение крайне маловероятное. И все, на самом деле, удивились, что вдруг, ну, если, как бы, уже все, они уже решили, что Улюкаев, то эти-то зачем. И вдруг неожиданно агентство Рейтерс... Послышалось слово Глазьев. Агентство Рейтерс неожиданно сказало, а Глазьев же! И тут все сразу стало понятно. Дело в том, что Глазьев это не либеральный экономист. А, совсем антилиберальный экономист. На самом деле, нужно сказать, если говорить о смысле слов, то как раз Глазьев это либеральный экономист, и я, кстати, тоже. А вот эти ребята, это представители некоторой весьма специфической тоталитарной секты, которые, как бы... Да, я не очень понимаю, почему неакон, а не неолип. Вот меня всегда забавило. Неконсерватор это как раз все то, что у меня с вами, Михаил Денисович, никак не вяжет. Дело в том, что, во-первых, неакон от слова новые консультанты, а не от новой консерваторы. А-а-а! Во-вторых, соответственно, у меня с Бушем-старшим, с младшим виноват, с джуниором, у меня, как бы, есть некоторая общность. И я, и он, мы считаем, что он герой, который своим тельцем, ну, там, тушкой закрывал пробоину в американской экономике. Как мог, да, глупо иногда, иногда излишне экстремистски, но закрывал. И 8 лет он держал ситуацию. Ну, а в 2008 году все, уже как бы не смог. Не шмогла ему уже. Не шмогла, да. Так возвращаясь, на самом деле, с Глазио, я прошу прощения, перебью, чудесная история была абсолютная, потому что, когда я об этом услышал, я, а дело было уже к вечеру, я начал посылать своим знакомым в Центробанке, высокопоставленном смс-ке, типа, ну, все, типа, ребята, она Глазио вам назначила. По их истерической реакции поздно вечером, я понял... Ты понял, что могут и назначить. Да, во-первых, что могут и назначить, во-вторых, я понял, что ощущение было, что я угодил дрожжами в деревенские сортиры. Да, совершенно верно. Значит, это ужас, 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 ужас. Причем, ужас, ужас, ужас по нескольким причинам. Значит, причина первая. Почему вообще, в принципе, Путину может прийти в голову идеи назначить нелиберального экономиста? Это, так сказать, объективная информация. Причин две. По неэкономическим причинам, по той же причине, по которой ему, слава богу, пришло в голову назначить Дмитрия Олега Чарагозина. Значит, объясню. Дело в том, что Путин уже больше полугода, начиная, ну, грубо говоря, с лета 12-го года, объясняет правительству, ребята, нам нужен экономический рост. Реагировало... Ну, собственно, он указы подписал в мае месяце. Реагирует... О чем? Об экономическом росте? Ну, конечно. Реагирует правительство следующим образом. На первом этапе оно просто его игнорировало. Ну, какой-то там перец, который ничего не понимает в экономике, как нам объяснял в свое время нынешний вице-премьер Дворкович. А не помните такую историю? Нет. Ну, после очередного выступления Путина, тогда еще президента, Дворкович на пресс-конференции в Лондоне... Тогда еще тогда. Тогда еще в прошлое инкарнацию президента. В прошлое инкарнацию президента, Дворкович, выступая, кажется, в Лондоне, на пресс-конференции сказал, не стоит обращать внимание на слова человека, ничего не понимающего в экономике. А, значит, после этого, ну, сначала, значит, они не реагировали. Потом, когда стало понятно, что Путин будет продолжать требовать экономического роста, они стали ему говорить, что, парень, ну, ты подумай сам, вот у нас экономическая теория, она говорит, 3% не больше. Вот смотри, Блумберг нас поддерживает, МВФ нас поддерживает, все тут же стали поддерживать, и Блумберг, и МВФ, и Мировой банк, только 3% как бы никак не больше. А экономического роста надо больше. А экономического, а Путину, и не только Путину, но и всей политической элите, нужно больше. Не будем сейчас о смысле элита спорить, значит, вот политическая элита, нужно больше. Ну, как нас учат Михаил Геннадьевич Делягин, для устойчивости, я просто это от него услышал, может быть, это кто-то еще говорил, для устойчивости социально-политической ситуации в стране, и экономический рост около 6%. Да, 6-7%, абсолютно согласен. Ну вот, значит, и Путин говорит, мне нужен рост, 6-7%, а правительство ему показывает известный жест из трех пальцев, и говорит, типа, ты тут ничего не понимаешь, и сиди там. И тогда Путин сделал очень сильный ход. Он, значит, ну, во-первых, он назначил Глазьеву своим голосоведникам еще летом, а во-вторых, он поручил Глазьеву, который, как известно, действительно член Академии наук российской, и, значит, Российская Академия наук подготовить доклад об устойчивом развитии, смысл которого – обеспечить мне экономический рост. Я этого доклада еще не видел, он должен быть написан к середине марта, может быть, он еще не представлен. То есть президенту может и представлено, а широкой публике пока нет, не знаю. Но содержание этого доклада я примерно понимаю. Я могу его даже описать, это там дело 30 секунд. 400 миллиардов импорт, если на 200 миллиардов произвести импортозамещение, то это обеспечивает возврат инвесторам с 2 триллиона... А слово импортозамещение, они боятся как огня. Либералы импортозамещение, им это слово произносить запрещено, это как бы табу. Значит, 2 триллиона инвестиций мы можем обеспечить за счет импортозамещения возврата с 10% рентабельностью. 2 триллиона, это 70% в ВВП России, размазываем на 10 лет, получаем 7% роста. Ну так, примитивно. На самом деле, скорее всего, рост будет больше, потому что там мультипликативные эффекты включаются. Но не важно. И увеличивается сфера оборота рубля. Увеличивается сфера оборота рубля. Это позволяет делать... Чего они тоже боятся. Они просто этого не знают и не понимают. Это господин Дубинин на эту тему описал. Но Дубинин, даже когда был представителем Центробанка, отличался некоторой безграмотностью, о чем все знали. В реальности за его спиной Алексашенко рулел. Но не в этом дело. Я бы как бы возвращаемся. Значит, Путину нужен экономический рост. Либералы отказываются. В этой ситуации Путину вполне может прийти в голову идеи заменить либерала на нелиберала. Почему агентство Reuters назвало фамилию Глазьева? Потому что это уже геополитические акценты. Значит, у нас, как известно, мировая финансовая элита в 2011 году после дела Строскана распалась на несколько групп. Условно говоря, одна группа хочет создания независимых валютных центров. Это группа, которую конспирологи называют Ротшильдами. И именно в эту группу входит агентство Reuters. Она заинтересована в том, чтобы в России был свой самостоятельный сильный валютный центр. Что с либералами сделать никак невозможно, потому что либералы работают на другую группу, сильно враждебную. Ну, условно говоря, на международных банкиров. На МВФ, на мировой банк и т.д. и т.п. Мы придёмся на выпуск новостей, если вы не возражаете. Буквально через несколько минут вернёмся в студию. Ну, что ж, возвращаемся в студию. Напоминаю, что в гостях у меня Михаил Хазин. Это «Парадокс» с Игорем Виталем. 6510-996, код города 495 на телефон. Или пишите на сайте финам.фм. Прошу прощения, Михаил Виталев. Возвращаемся. Значит, если до 2011 года вся мировая закулиса, там, неважно, жидомасоны, банкиры, у конспирологов есть много замечательных слов, я их ещё все не выучил, поэтому мы их оставим, поддерживала только либералов, то сегодня ситуация изменилась. Половина этих самых мировой закулисы поддерживает либералов, а половина нелибералов. Более того, та группа, которая поддерживает либералов в России, она очень сильно ослабляется, потому что после смены администрации Обамы в этой администрации представителей этой группы не осталось. Там балл стали править финансисты национальные, которых волнует только ситуация в Соединённых Штатах Америки, а что волнует при этом с мировыми банками, им глубоко начихать. И кто же посылает этой группе такой выразительный сигнал, как Глазев? И напомню, что после Глазева уже звучали именно Набиулины. Я сейчас скажу. Ещё несколько. Мне интересно, что вот это вот. Я сейчас скажу. Значит, как только стало понятно, что ни Улюкаев, ни Кудрин, ни Задорнов, ни тем более остальные, скорее всего, не проходят, либералы стали лихорадочно искать реальную кандидату. Они выбрали Набиулину, исходя из целой кучи логик. Во-первых, она барышня. А Путин, как известно, барышням прощает много больше, чем мужикам. Во-вторых, она работает непосредственно с Путиным. И в этом смысле точно у Путина на неё нет идиосинкразии. Потому что есть слухи, что Улюкаев, например, Путину лично не нравится. Ну, понимаете, я этого не знаю. Это просто как бы вот, ну, грубо говоря, люди, которые в этих кругах вращаются, они это неоднократно мне говорили как некоторый факт, а не как, значит, вот предположение. Вот. Ну и так далее и тому подобное. Наконец, Набиулина абсолютно свой в доску. Мало того, что у неё как бы муж, вектор высшей школы экономики, она была одно время ответственным секретарём правительственной комиссии по связям с международными финансами и организациями. Ну, в общем, короче говоря, свой в доску. Абсолютный, значит, либерал. И, соответственно, либералы, а для либералов очень важно оставить за собой этот пост, и потому что в том случае, если они его потеряют, станет понятно, что их можно гнать отовсюду. И потому что у них уже нету внешней поддержки мощной. Раньше-то они как делали? Вот как было в ситуации с назначением начальником госского имущества Поливанова? Поливанова назначили, ну, не либерала в госком имущество. И сразу же либералы побежали в МВФ, и МВФ сказал Ельцину жестко, если не снимете Поливанова, очередного транша МВФ не получите. Точка. Всё. А теперь им так давить не на кого. Его давить, потому что теоретически они могут бежать ещё в МВФ, но поскольку уже произошла смена секретаря казначейства в США, то через 2-3 месяца будет меняться ситуация и в МВФ, и в Мировом банке, которые де-факто филиалы американского казначейства. И всё. Обращаться нет. Поэтому нельзя отдавать пост. Ну, и, наконец, есть ещё одно место. Как мы знаем, наши либералы, начиная с середины, да, а при этом ещё одна вещь. В конце прошлого года Центральный банк объявил о том, что он собирается жёстко бороться с инфляцией. А тут есть много разных причин, по которым он это решил делать. Ну, я думаю, изначально всё это сходит к гайдаровской мульке о том, что если будет низкая инфляция, то придут иностранные инвестиции. Ну, я много раз пытался объяснить гайдаровцам ещё в 90-е годы, что инвестиции приходят тогда, когда имеется отдача, а не тогда, когда низкая инфляция. Но это сделать невозможно. Вот как бы в нефти, где понятно, откуда отдача, инвестиции идут независимо от инфляции. А вот почему-то вот в другие сектора иностранные инвестиции не идут. Так вот, проблема состоит в том, что они хотят снизить инфляцию, а инфляцию они снижают одним единственным способом – зажимом денежной массы. И у нас начался бешеный спад. Вместо того, чтобы… В январе, я подозреваю, что уже по итогам февраля тоже. Вместо того, чтобы обеспечить Путину рост, они вместо этого своими руками сделали резкий спад. У меня возникает тут другой вопрос. Не теоретические предпосылки роста или спада, не борьба либералов с консерваторами, а или как бы нам их лучше, в каком лагере, как описать Глазева, национально ориентированных… Ну, я думаю, его нужно описать, его нужно описать, как он, скорее всего, кинсианец, который склонен больше к национально ориентированной буржуазии. И тут возникает другой вопрос. На самом деле же вопрос сейчас не только в денежных массах, и не только в монетаристской политике, не только в политике Центробанка. Просто ключевой, почему все эти годы мы не могли отойти от сырьевой экономики модели. И вот сейчас за это придется нести ответ. А кто за это-то будет нести ответ? С Центробанком-то они худо-бедно разберутся. Нет. Тут же вот в чем все дело. Это отличие Путина от Ельцина. Специфика Ельцина, с которым я работал, состояла в том, что он никогда не позволял никому создавать вокруг себя монополию. Даже если правительство было либеральное, и Центробанк был либеральный, у него было либо Служба безопасности президента, либо экономическое управление администрацией президента, либо Совбез, либо еще кто-то, где сидели нериберальные люди… Ну и сейчас у Путина тоже сидят нериберальные. Нету у него ни одного. Ну как это нету? Ну кто? Ну, например, тот же Рогозин, тот же Глазев, который был советник. Пошу прощения. Глазев только что назначен, и Глазев не имеет прямого доступа к Путину. Хорошо. Тогда вопрос. А Рогозин не отвечает за экономику. Это не его тема. И он, кстати, не экономист. Говоря языками либералов, а точнее так любимым их английским языком, и worst comes to worst, если худшее из худших вариантов для них случится, не для нас, почти для них. И в Центробанк придет Глазев. Как же изменится политика Центробанка? Сейчас. Я скажу еще одну вещь очень важную. Чего они еще боятся? Как мы знаем, последние два года бешеный отток капитала. Либералы всю свою политику в Центробанке и этот Центробанк занимались тем, что снимали валютный контроль. Целенаправленно. Когда пришел Герасченко, он его пытался восстановить. В начале 2000-х потом, как пришел Игнатьев, и снова его ликвидировал. Абсолютно очевидно, что в условиях нынешнего кризиса, валютных войн и всего остального, валютный контроль придется восстанавливать. При этом у меня есть сильные подозрения, что у либералов есть какие-то обязательства перед разными структурами на Западе об отсутствии этого самого валютного контроля. Если придет Глазев, ну вот как бы если придет Глазев, то он будет делать две вещи. Возвращение валютного контроля. Он будет возвращать валютный контроль. Причем это вообще от него не зависит. Это будет требование президента. По вполне понятной причине. Капиталы утекают, эффективность экономики падает. Я обращаю внимание, каждый доллар или рубль, который уходит из страны, это та самая потенциальная прибыль потенциального инвестора. Вместо того, чтобы крутиться внутри страны, обеспечивать прибыль инвестору и тем самым его привлекать под эту потенциальную прибыль, эти деньги уходят. Ну это абсолютно понятно. Потому что при той ситуации, которая сложилась внутри страны, при том инвестиционном климате, если это можно назвать вообще климатом, естественно деньги будут утекать. Тут не только вопрос валютного контроля. Валютный контроль это силовые методы. Силовые методы. Ну это не только силовые, еще и информационные. Ну тем не менее. Силовые. Значит дальше он будет еще делать две вещи. Он будет заниматься чисткой банковской системы. Прежде всего от обнальных контор. Это оборотная сторона валютного контроля. Еще раз повторяю, это не он будет делать как бы... Это будет приказ президента, это его руками будет сделано. Делано это будет, нет. Это будет делаться спецслужбами, но легализовываться это будет через Центробанк. Как в свое время, когда Андрей Козлов, царство ему небесное, значит, подвергался атакам, там, за попытки навести какой-то порядок в банковском управлении, мы как бы... Я объясняя, как бы в разных интервью, объяснял, что бессмысленно предъявлять претензию Козлову. Он вообще... Не он принимает решение, у кого отбирать лицензию. Ему приносят информацию спецслужбы. А вот он может по этой информации или отобрать лицензию, или не отобрать лицензию. И абсолютно очевидно, что сегодня либералы своим банком, которые как раз и занимаются основными операциями по оттоку капитала, лицензию у них не отбирают. Несмотря на все безобразия, которые там происходят. Значит, и, наконец, третья вещь, он будет, собственно, главную вещь, он будет снижать стоимость кредита промышленного и обеспечивать инвестиционный процесс. Вот, на самом деле, мне бы по поводу промышленной политики хотелось бы остановиться, потому что подряд сейчас прочитал два доклада, один из них, Института проблем естественных монополий, если мне не изменяет память, о том, что с промышленной ситуацией в стране, поскольку у нас все-таки детям до 16, они до 21, не буду говорить этого слова, но резкое падение за этот год вообще где только может. Да, совершенно верно. Я, кстати, могу рассказать историю, чтобы было понятно. Значит, у меня есть разные знакомые в разных регионах, и вот мне стали звонить люди, которые занимаются, ну, условно говоря, продажей рекламы. Ну, скажем, там, многотиражка, да, вот знаете, которые кидают в ящики и так далее. А основной источник доходов таких газет это реклама о продаже недвижимости. Они говорят, за последние два месяца эффективность этой рекламы резко упала. А как они меряют эффективность? А по количеству звонков о покупках на количество распространенных экземпляров. Ну, то есть, грубо говоря, вот раньше вот вы там продаете, грубо говоря, домик. Значит, для того, чтобы продать одну квартиру, вы должны были разместить там 10 тысяч объявлений. Это было вчера. А сегодня 20 тысяч, а завтра будет 40 тысяч. То есть, падает спрос на недвижимость еще. Падает спрос на недвижимость. Скорее всего, это результат сжатия денежной массы. Но это регионально падает спрос на недвижимость. В Москве он все-таки балансирует. Я сейчас не говорю о Москве. Это именно регионально. Но вы же понимаете, это же как бы симптоматика. Это как температура, да, что если у больного температура поднялась, было 37,6, а стало 38,3, то хороший врач, это для него повод задуматься, где там процесс-то, что там такое. Может, у него абсцесс. Это вы, Михаил, такой рукой показываете. Я? Да. Вы запомните, что мы все-таки детям до 16. Не надо показывать, как врач процесс проводит. Хорошо, не буду. Так возвращаясь к кредитам, то есть, Глазев будет снижать ставку, позволяя, делая кредиты для российской промышленности более доступными. Ну, теоретически, да. Но я думаю, что он еще будет развивать как бы институты развития. Потому что, ну, условно говоря, схемы очень простые. Создается спец какой-то фонд государственный, который датирует ставку по ипотечным кредитам. Чтобы ставка по ипотечным кредитам была не 15%, а 3%. Ну, и все. И у вас, соответственно, начинается бешеное рост строительства. У нас не начинается бешеное рост строительства. Если как бы ипотечные кредиты подешевеют, это приведет к бешеному росту цен. Потому что при нынешних объемах строительства, а мы не увидим в ближайшее время резкого роста на объемы строительства, потому что это просто физически уже невозможно в Москве и вокруг. Иначе не в Москве. Это вполне возможно. А вот в Москве при более доступных кредитах это приведет к страшному росту цен на недвижимость и сделает доступную недвижимость. Это в кавычках, да? Да, но... Еще более недоступную. Это все, потому что строить на самом деле можно. Просто Москва это идиотическое место, куда, соответственно, бежит толпа народу, непонятно зачем. что, ежели мы возьмем... Вот тут, извините, Михаил, вы мне угодили уже в больное место. То есть, если мы возьмем примерно... Недавно был замечательный такой сюжет по себе с, по-моему, 60 минут. Показывали пустые вот эти стоящие, но скупленные дома в Китае. Но мы прервемся на выпуск новостей и вернемся в студию буквально через несколько минут. Ну что ж, возвращаемся в студию. Это парадокс с Игорем Виттлем в гостях у меня президент компании «Ниакон» Михаил Хазин. Так вот, возвращаясь к сюжету по себе, значит, показывают пустые, но проданные. Просто города стоят в Китае. Да, да. А народ туда инвестирует. Но дело не в этом. Идет, после чего, говорят, это, наверное, пузырь. И ведущая с таким озабоченным лицом, серьезно кивая головой, спрашивает у одного из китайских, как это в западной прессе любят называть, могулов, тайкунов, да, одного из самых крупных девелоперов в Китае. Он говорит, ну это же пузырь. Он говорит, да, пузырь. Это же невозможно, когда квадратный метр квартира в Шанхае стоит 45 годовых зарплат китайца. Тут мне начинает быть уже совсем смешно, потому что при всем, при том, в Китае продается, посмотрите, значит, соотношение у наших. Жилье по-прежнему недоступно. Для того, чтобы оно было доступно, к сожалению, надо не только ставку по кредиту уменьшать. На самом деле, эта проблема очень простая. Дело в том, что государство из этого сектора ушло целиком и полностью. Если оно вернется, то оно все эти проблемы может решиться. Я не очень тогда понимаю, возвращаясь к фразе Дворковича о Путине. Когда Путин выходит и говорит фразу о том, что у нас жилье должно быть доступным, что-то называет, я не помню, сейчас точно помню, то ли 25, то ли 28 тысяч за метр называл. Он о чем думает? Ему это кто сказал? Не знаю. Потому что это таки да, доступно, и такие же вполне можно сделать. Просто нужно убрать административные барьеры, государство должно позаботиться о инвраструктуре, государство должно установить честные прозрачные правила игры, убрать от 15 до 40% взяток, которые заложены в цену недвижимости. И, как говорят в Израиле, Мазалтов, ребята, у вас есть доступное жилье, только хотите, вот мы вам создаем все условия, даже инфраструктуру берем на себя. Игорь, ну вот смотри, вот что бы я стал делать? Я же человек простой. Я говорю совершенно замечательно. А Ацахи. Бабушка из казаков, это я уже слышал. Я говорю замечательно. Да, совершенно верно. Я говорю замечательно. Ребята, вот у вас стройка, значит, вам нужно, имеется некоторые нормативы, сколько нужно строить в областных городах, пишем план. Это не есть обязательный план. Это ориентир. Это ориентир. Дальше мы говорим, мы смотрим, как губернаторы выполняют этот норматив. Через год. И не выполнивших, расстреливаем. Не надо это расстреливать. Мы говорим, те, кто выполнил этот норматив, у него все хорошо. Кто его не выполнил, больше чем на 20%, увольняются автоматически. Да, получают минус 20% в карму. Увольняются автоматически. Со всеми, и да, и при этом еще автоматически проводится расследование всех их дел. Нет, дело не только, что построили, а кто еще купил, по какой цене. А цена-то банальная, соответственно. Если речь идет о государственных программах, ипотечных, то эти квартиры продаются по фиксированным ценам в рамках этих программ. Дальше набегает большая толпа, там тоже все просто. Если у людей есть уже квартира, идите на свободный рынок. Если у людей квартиры нет, государство датирует. А если у людей из квартиры записаны на несовершеннолетнюю дочь, как у нашей последней фигурантки депутата Яровой? Я прошу прощения. Ну, мы же все все знаем. В нашей стране все секретно, ничто не тайно. Всем все известно. При этом, ну, достаточно всем этим агентствам и всем остальным объявить, это же государственное агентство, открытый баланс. Все люди, которые взяли кредиты, все известны. Секретов тут невозможно, потому что мы говорили, а вот это как бы тайно, что люди купили квартиру. Я прошу прощения, тайно, если у человека лежит в квартире много денег. А если он взял ипотечный кредит и купил на него квартиру, это не тайно, потому что все знают, что он переехал в новую квартиру. А если зонал купил? А если зонал купил, то его нету в базе данных этого ипотечного государственного ипотечного агентства. То есть, на мисламе, все эти проблемы решаются на раз. Более того, в истории их решали там сто пятьдесят. Было бы желание. Придут к тебе и знания. За это нам вручается журнал «Хочу все знать». К промышленной политике возвращаясь, помимо всего этого сельского строительства будет плюс. Дальше. У нас сегодня кредиты выдаются кому? Гражданам на покупочку. А, соответственно, выдавать надо предприятиям на развитие. И при этом еще жестко следить. Мне говорят, вот у нас теперь снижены барьеры таможенной. Нет проблем, ребята. Мы, соответственно, идем во все эти ошаны и прочие говорим «ребята, и сколько у вас российских товаров на полках? Три процента?» Нет проблем. Сейчас мы с вами подпишем соглашение о том, что через три месяца будет пять процентов, через полгода будет двенадцать процентов, а через три года будет пятьдесят восемь процентов и три десятых. И если не будет, то мы сейчас к вам придем с санэпидстанцией и найдем у вас таракана. И найдем. И найдем у вас тухлое мясо, которое вы продаете. И найдем. И даже если сам Ашан этого не делает, то те, кто у него работает, это точно делает. Это у них бизнес такой на местах. Все. И я могу вас уверить, подпишут. А мы не можем прийти сейчас и навести порядок таким образом? А сейчас мы не можем прийти. А почему же этого никто не делал? А это не делается по двум причинам. Причина первая, потому что Ашан говорит, что вы сдурели, что ли? Мы вам заплатили взятки, вот такие. И, соответственно, чего? Вот ты сейчас наговоришь, что, между прочим, придет Ашан, будет сильно возмущен. Это причина первая. Это причина первая. Условный магазин с названием «На», хотя бы говори. Не пойман это самое, не вор. Не надо. Хорошо. Любой ритейлер, любой ритейлер, значит, если к нему сегодня придет человек, во-первых, я вам дал денег. Во-вторых, соответственно, вы кто такие? А тут придет чрезвычайная комиссия швандерта. А тут никакая не чрезвычайная комиссия. Придет, во-первых, новый губернатор, а предыдущий его уволили, потому что он не смог обеспечить, и скажет, что, ребят, простите, правила изменились. Не хотите работать? Не надо. Уходите. Мы найдем, кем вас заменить. Все? Я могу... А да, а еще они сказали, что, ребят, а у вас же нет отечественного производства? Мы бы и рады, но нету. Нет проблем. Инвестируйте. Фермеров не хватает. Инвестируйте. Почему это у нас тут вот поля стоят заросшие? А это частная собственность, неизвестно чья. Нет проблем. Принимаем закон, по которому, если земля не обрабатывается, то налог 15% от рыночной стоимости, а рыночная стоимость под жилищное строительство определяется. И все начнет обрабатываться. Просто с легкостью необычайной. У хороших губернаторов даже сегодня вся земля обрабатывается. Даже промышленная политика работает же в Калужской области. В Калужской работает, в Белгородской работает, много где работает. Дальше если говорить, а вот нужны инвестиции, у нас таких инвестиций нет, говорит ритейлер, нет проблем, вот у нас государственный институт развития, внешнеэкономбанк, денежки даем, вы подписываете контракт, что через три года вы у них закупаете вот такие-то объемы, и под эти объемы вам тут сразу же поставим заводик, нет проблем. Все. Ну еще было бы желание. То есть всем этим Глазев займется этими институтами? Нет, этим должен быть не только Глазев. Глазев своя сфера, часть. Хорошо, условный Глазев, условный советник Путина, который ему сейчас говорит. Твой любимый Рогозин. Мой любимый Рогозин, хорошо. Но кто этим точно не будет заниматься, этим не будет заниматься Игнатьев, этим не будет заниматься Улюкаев, этим не будет, они уже этим не занимаются, этим не будет заниматься Набиулина с Юдаевой, и этим не будет заниматься Дворкович и Шувалов. А мы же прекрасно понимаем, что, в общем-то, дни этого правительства не то, чтобы, скажешь, сочтены, но, в общем, скорее всего, в ближайшее время, ну, в ближайшие месяцы мы увидим отставку правительства. Игорь, поскольку ты никогда не видел, как президент работает, неважно, любой, а я видел. Я тоже видел, работает президент, только не наш. Ты прямо вот непосредственно видел. Или в телевизоре? Нет, именно когда я видел непосредственно. Так вот, никогда ни один президент, ни один политик не назначит, не снимет руководство структуры, как бы оно плохо не работало, если нет альтернативы. Так вот и будет замена альтернативы, если уже пошла речь о Глазеве, тогда мы можем увидеть полную такую... Поэтому и написали, поэтому Путин и велел написать Академию наук доклад. Это программа. Вот кто её будет реализовывать, да бога ради. Под разумную программу я тебе найду в каждом регионе два десятка чудом выживших предпринимателей, каждый из которых может как бы подняться на ступеньку выше. Ему там не дают, его истребляют, но он тем не менее, он с нуля свой бизнес поднял. Не может человек, которому подарили 5 миллиардов долларов, считаться хорошим предпринимателем. Ему может так оказаться, что 5 миллиардов достанется человеку, который изначально был хорошим предпринимателем. Вот, например, мой товарищ, который видел всех наших олигархов в деле, он говорит, что Абрамович, да, действительно талантливый бизнесмен. А вот все остальные, которых он знает, нет, не талантливые они, а просто им дали денег, и они, соответственно, счастливы. И живут как умеют. Ну так надо, соответственно, взять талантливых и поручить им это сделать. Он говорит, могу тебе уверить, что это абсолютно не проблема. То есть ты считаешь, что как-то резкая смена курса правительства не произойдет? Персонали останутся те же самые? Нет, их все равно всех придется убирать, но только после того, как будет понятно, что и как будет делать новое правительство и кто в него будет входить. А когда мы, кстати, увидим вот эту прекрасную смену со стороны? Не знаю. По твоим ощущениям. Если бы я принимал такого рода решения, то я бы сказал так, что надо, соответственно, сменить сначала руководство Центробанка, потом сменить кредитно-денежную политику и одновременно подготовить программу под новое правительство и его как бы так в тени сформировать, а потом, соответственно, сделать замену. Тенистая правительство. Да, я думаю, что в рамках вот той ситуации, которая сегодня, это надо делать весной следующего года, сразу после Олимпиады, потому что менять правительство под Олимпиаду, при том бардаке, который у нас там, это значит эту Олимпиаду провалить. Ну, у меня есть такие неприятные ощущения, что мы ее и так провалим. Ну, если мы ее и так провалим, тогда все равно. У меня есть одна знакомая, ей так чуть-чуть за 80. Она очень такая активная дама до сих пор, и она была в молодости зампредом райисполкома в неком городе. Уездном. С неудачной судьбой. Нет, не выездном. И она, соответственно, была там председателем комиссии по строительству, который принимает объекты. А у нее, значит, у сына дачка в городе Сочи, и она туда ездит каждый год. И вот она этим летом съездила на Красную Поляну, где она бывала каждый год на протяжении последних многих лет. И эта, значит, уважаемая дама сказала, что у нее нет уверенности, что все вот это, ее опыт председателя комиссии, значит, что все это до Олимпиады достоит. Но я уже не говорю про то, потому что нет, ты там был? Да. А ты видел, что они сделали с речкой? Видел. Они прямо посреди речки поставили железную дорогу. Ты знаешь, все, что там сделано... Да. Я сегодня вывел уже формулу, не в военное время, а по предвоенному времени должно караться предрасстрелом. Ты знаешь, таким условным, по крайней мере, потому что это чудовищно, да. И проблема же не только в либеральной политике. Это одно с другой зацепляется. Проблема-то как раз совсем в других вещах. Но я тебе не о коррупции позвал разговаривать, поэтому меня еще интересуют несколько моментов. Бог с ней с коррупцией. Нет, не бог с ней с коррупцией, ну, просто мы иначе с тобой заговоримся еще на несколько часов. Да, тут более-менее понятно. Была бы политическая воля исполнителя. А меня больше сейчас интересует ситуация такого тотального международного краха, да. Увидим ли мы в ближайшее время резкое обнищание, то есть не просто то обнищание, которое уже есть сейчас, но дальнейшее обнищание с какими-то социальными взрывами в Европе. Да, конечно. Ну, ты мне об этом рассказал, я пока формулирую вопрос, чтобы ты успел после выпуска новостей, да. Увидим ли мы то же самое в Соединенных Штатах, и увидим ли мы, наконец, лопнувший пузырь недвижимости и всего прочего в Китае. Вот это те вопросы, которые меня сейчас занимают со страшной силой. У нас еще есть полторы минуты. Нет, у нас есть меньше, чем полторы минуты, поэтому я как бы вопрос доформулировал, а ты мне вот просто буквально после выпуска новостей на него ответишь. Хорошо. Ну, что ж, мы возвращаемся в студию. Это я Игорь Виттер, парадокс с Игорем Виттерем, Михаил Хазин, президент компании «Ниакон» у меня в гостях. Итак, ждет ли мир социальный катаклизм? Год тому назад в славном городе Астана был экономический форум. Да, на котором мы оба присутствовали. Вот. На этом экономическом форуме казахи очень всерьез относятся к своему престижу. Ну, было восемь лауреатов Нобелевской премии. Говорят, в этом году будет четырнадцать. И присутствовал Карим Кожемканович Масимов, который на тот момент был премьер-миром. Да. Значит, и вот казахам пришла в голову гениальная идея, я думаю, что как раз Карим Кожемкановичу эта идея в голову пришла, стравить чиновников и политиков с экономическими экспертами. И они попросили меня быть модератором этого замечательного действа. Я там задал три вопроса, которые я адресовывал политикам. Первый вопрос был такой. Устраивает ли вас качество экономической экспертизы? В интернете висит рожа Тони Блэра, когда он слушает этот вопрос. У него на лице появилась такая милая ухмылка, тебе что-то с дурацким вопросом задаешь. И эти, значит, эксперты очень политкорректно, очень вежливо стали объяснять, что, ну, ни к черту не годится экономическая экспертиза. Один из шнобелей даже не выдержал, подпрыгнул и стал говорить, что не нужно обижать экономическую науку. Я уж хотел было его осадить, но поскольку его не поддержали даже другие шнобели, то тем самым проблема была решена. А дальше эти, значит, шнобели стали говорить о том, что все же понятно, надо ужесточать бюджет и затягивать пояса и т.д. и т.п. И тогда я задал второй вопрос. Следующий. Мы же все понимаем, сказал я, вот мы понимаем, вот вы, вот они шнобели не понимают, мы понимаем, что долги-то делали для того, чтобы поддерживать уровень жизни населения. Если мы сейчас ужесточим бюджетную политику, что в США, что... То мы увидим схлопывание. Мы увидим схлопывание уровня жизни. Вопрос, какова цена вопроса? Насколько? И тут встал Карим Кожимканович Масимов, который сказал, по моим прикидкам, 15-20% сегодня разница. Расходы домохозяйств больше, чем их доходы. Гробовая тишина, шнобели корежат. И понятно почему. Потому что если они знали эту цифру и не сказали, то они вредители. Если они ее не знали, то они не эксперты, они понятно кто. А если они, соответственно, с ней не согласны, то возразите. А они молчат? А они молчат. А знаешь, почему молчат? Никто из них казахского не знает. Ну да, конечно, естественно. Если особенно, если учесть, что Карим Кожимканович Масимов... На пяти он говорит свободно, включая китайский. И по-английски он тоже говорит абсолютно свободно. Но самое смешное тут вот что. Что, соответственно, тут я задал третий вопрос. Я говорю, ребят, 15-20% это уровень Великой Депрессии. Как мы этот спад будем продавать народу-населению? В Европе... И вот тут началась истерика. Особенно у представителей журналистских и околожурналистских кругов. Потому что эту цифру действительно продать нельзя. Реально. Во время Великой Депрессии, а нынешний кризис будет сильнее, чем Великой Депрессии, безработица в Европе была 40%. Ну так мы под это и уже подъезжаем, на самом деле. Ничего подобного. Только в Испании Греции 25. 25. 25. Но не 40. Да, ну подождите, забывай, что, например, среди молодёжи, которые на юге уже 50. Да, совершенно верно. Так вот это будет по всей Европе, включая Германию. А в Испании Греции будет 50%. Безработица уже начинается нехорошая. Мы знаем, что происходит, когда в Германии высокая безработица. Тут как бы они начинают вспоминать, что во всём виноваты жидомасоны. Да. Мне интересно, что же эти самые масоны, которые понаехали в таком количестве в Германию за 70-е, 80-е, особенно 90-е годы, будут теперь делать, когда в Германии будет безработица. Сколько евреев служило в Вермахте при Гитлере? Ну, можем мы об этом тоже долго говорить. Достаточное количество. Достаточное количество. Вот они будут служить в Вермахте, могу вас уверить. Идиотов нету. Да, вот идиотов нету. А у меня другой тогда вопрос возникает. Значит, с Испанией, Грецией... Я прошу прощения, Игорь, я напомню, что в 30-е годы во время Великой депрессии фашистские режимы были от Финляндии до Италии. Я с этим не спорю. И только в Чехловакии не было, а так сплошняком. Миша, это ещё одна моя любимая тема, мы сейчас можем поставить ещё бутылку и говорить ещё часа три. Дело не в этом. Я абсолютно не спорю ни за Испанию, ни за Германию, как говорят, за Грецию, как говорят в Одессе, да, и про многие другие, про Португалию, это даже сейчас неинтересно обсуждать. А также бывшие сателлиты советские. Не буду об этом говорить. Меня интересует, вот где ты увидел в Германии потенциал к безработице 50%. Я могу сказать, где в двух местах. Первое. Значительная часть... Во-первых, Германия – это экспортная экономика. Это крупнейшая экспортная экономика. Они до сих пор больше Китая экспортируют. Ну, практически столько же, сколько Китай. Уже Китай пару раз прорывался на первое место, как экспортер, но снова отступал. Значит, они экспортируют страны Юга Европы, Евросоюза, которые они же и датируют через бюджет Брюсселя. То есть, они дают денег, чтобы они покупали их же товар. Да. И второе. Соединённые Штаты Америки тащат их на Аркани, в зону свободной торговли, североатлантическую. А в этой зоне свободной торговли американские компании, американские производители забьют европейских, потому что уровень налогов совершенно несовместимый. Ну, так они не будут, они туда вступают. Это кто не будет? Германия не хочет, а Брюссель-то хочет. Ну, и бог с ним, с Брюсселем. Ну, может быть, но в любом случае Соединённые Штаты Америки очень много покупают немецких товаров. Ну, с точки зрения Германии. Ну, так Соединённые Штаты ещё и китайских товаров покупают много, что не мешает им Китаю диктовать условия. Но Германии они диктовать условия не будут. Ну, вот я про то и говорю, что у Германии начнутся очень серьёзные проблемы. Это при условии, что Германия вступит в Североатлантический Союз, при условии, что... Послушай, кто даст сейчас Германию упасть? Это too big to fail. Крах Соединённым Штатам ты тоже неоднократно привлекаешься. Не дали рухнуть пока. Подожди, подожди, не спеши. Ты какой-то спешишь. Всё идёт... Всё идёт по плану, как пел Игорь Фёдорович, да, Игорь Фёдорович Летов. Да, всё идёт, соответственно, по плану. Что касается Германии, то ситуация очень простая. Либо это атлантическое единство остаётся, и тогда Германия и вся Европа становятся рынком Соединённых Штатов Америки, и там никому не интересно, кто чего говорит. Если кто-то выкобенивается, там построят концлагеря, те же американцы, у себя они уже построили. И всё, и всё будет тихо и спокойно. Это что, ты имеешь в виду Гуантанаму? Нет, я имею в виду внутренние. Это что, что ты имеешь в виду? Ну, ты что, в интернете, что ли, не читаешь? Я-то знаешь, в отличие от интернета, ещё читаю. Да, значит, там есть агентство внутренней безопасности, как он называется? Homeland Security. Да, которое очень активно готовится к разного рода массовым выступлениям общественности. Самыми разными способами. И я могу сказать, что вот американцы не заржавеют. Нужно расстрелять демонстрацию из пулемётов. Они её расстреляют из пулемётов. Вот в Европе будут проблемы с этим. Потому что это негуманно. На первом этапе. А в США будут расстреливать сразу. А, соответственно, особенно если там будут негры и латиносы. Потому что оно, конечно, политкорректность, но... Афроамериканцы и латиноамериканцы. Это так даже звучит, короче. Я не знаю, что такое афроамериканец. Это какое-то нерусское слово. Хорошо. А что касается... Вариант другой. Европа перестраивается. Из Брюсселя центр принятия решений переносится в Берлин. Ну и всё возвращается к 30-м годам. То есть, все люди живут бедно. Но в рамках очень жёсткой такой фашистской диктатуры. Ну и всё. В рамках экономии. В рамках экономии. Сильной. Сильной экономии. Не работает, мне кажется. Развиваться-то куда-то надо. Войны новые мы особо не увидим на Европе. Ну как бы, если это будет... Пока да. А может быть, увидим. Я не знаю. Это очень сложный вопрос. Ну пожалуйста. Вон они в Сербии уже воевали. Кто воевал в Сербии? Прости, пожалуйста. Что ты называешь воевали? Бомбёжки Сербии – это нищетово. Ну а куда деваться-то? Ну хорошо бы... Это не то, что нищетово. Я как сербский патриот, ярый националист, я готов на эту тему тоже очень долго говорить. Но, кстати, есть такой известный очень фильм... Можно вопрос? Да. Что было бы, если бы Милошевич ударил по американским базам в Хорватии? Полноценная война. Но Милошевич этого не сделал. Но Милошевич этого не сделал, потому что он был американским агентом. Есть ещё варианты. Я думаю, что просто, к сожалению, у Югославской народной армии и у сербской армии на тот момент не было полноценных возможностей ввести войну полномасштабную, да? Может быть. Может быть. Она уже была окружена НАТО. Понимаешь, мы можем сколько угодно говорить, чьим агентом был, например, Горбачёв, но мы же не будем предполагать, почему не было военных конфликтов. Слишком много объяснений тому, может быть. Хорошо. А что касается Сербии, я тебе могу тоже ответить, если посмотреть на экономическую подоплю, как раз начал говорить. Существует такой классический фильм, называется «Груз цепей» молодого достаточно серба, живущего в Канаде и в Австралии, он, по-моему, живёт периодически туда-сюда путешествует, он снял такой двухчастевой фильм «Груз цепей», который очень хорошо рассказывает, как международные организации, включая Международный валютный фонд, как определённые американские корпорации завалили Сербию. И почему? Вот если посмотреть на это, это как раз и может стать объяснением не только социальных конфликтов, но и объяснением возможной войны на европейском континенте. Опять-таки, Сербия… Мне объяснили это люди очень хорошо. Они говорят, мы, говорит, были в 1996-1997 годах в Сербии и не увидели там ни одной заправки BP. Ты знаешь, их сейчас там не особо много, там скорее увидишь заправки лукойла на каждом шагу. Как ты знаешь, наши достаточно активно развиваются в Сербии. Рынок не столь велик. Ты знаешь, я слышал много объяснений, в частности, например, была выдающаяся сигаретная фабрика, которая выпускала сигареты как-то в Югославии с фильтром и так далее. Почему-то сейчас вот её очень прицельно разбомбили, не разбомбив остальное вокруг. И сейчас там известно, кто владельцы фабрики. Мы можем сколько угодно заниматься этими теориями. Но, опять-таки, повторюсь, Испанию вижу, не дай бог Югославию вижу, окраины Европы вижу. Я не вижу 50% безработицы в Германии и Франции, не вижу социальных пока потрясений там. А вот невозможность окраин Европы возвращать долги немцам и французам, вот это вполне может стать, к сожалению, толчком. Это не будет толчком к войне. Это не будет толчком к войне. К социальным потрясениям. А вот социальные потрясения на окраинах будут. Но я думаю, что они будут и в Германии. Очень сильные. Но не сейчас, сильно позже. Когда? Я думаю, что через 3-4 года это будет уже видно. Ну, ежели доживёк, как говорят итальянцы, они же говорят, не поживём, мы, видимо, кто доживёт, тот увидит. Поэтому я желаю и тебе, и себе, и нашим радиослушателям дожить до этого несветлого момента, потому что воно же интересно посмотреть. А у нас он может быть и светлым, если у нас уберут либералов. Ну, посмотрим. Напомню, что в гостях у меня был президент компании Неакон Михаил Хазин. Это был Парадокс с Игорем Виталем. Услышимся, наверное, завтра.